Здравствуйте, дорогие друзья! Рошходыш Адар. Бет. Второй месяц Адар. Самый веселый месяц еврейского календаря. Самый веселый Рошходыш. Почему в этот день происходит не так, мы не знаем. Но мы знаем одно, что и тысячу лет, и две тысячи лет говорили, что в этот день мы обязаны радоваться. Если нет сил, нет возможностей, все равно мы это обязаны. И даже когда у нас сегодня миллион проблем, миллион неприятностей, мы обязаны на сегодня радоваться. В этой недельной главе написано, я сказал Маше, вот слово, заповеданное Богом. В один прекрасный день есть такая маленькая притча, лягушка встретила многоножку, сороконожку, я знаю. Поздоровались, лягушка говорит, слушай, а можешь задать тебе вопрос, который не дает мне покоя? Как тебе удается все время ходить, когда у тебя сто ног там или сколько? Как ты решаешь, какую ногу поставить сначала, а какую потом? Мне вот даже с четырьмя лапами непонятно. Спустя неделю лягушка вновь подходит к этой же дорожке, смотрит, стоит там же многоножка, где неделю назад, и не двигается с местом. Что ты делаешь, говорит она ему. Посмотрел на нее многоножка, это растерянным и злым взглядом, и говорит, с того дня, когда ты спросил меня, как я справляюсь множеством ног, я все время думаю, как это мне, как поставить какую ногу, и с тех пор, по сегодняшний день, вообще не могу ходить. У злого начала есть один прекрасный способ отдалить человека от заповедей, привести его к унынию, к греху, показать перед ним какую-то там мега-проблемы, которые нельзя решить. Она нагромождает перед нами в один момент все проблемы, все хлопоты, превращая их в такой огромный клубок, который кажется человеку невозможно распутать. Все его мысли смешиваются, спутываются. И сейчас вот видит перед собой он огромные горы запретов, всяких сложностей, трагедий. Не знаю, с чего начать, впадает в отчаяние, прекращает попытки справиться с ситуацией. Как можно совладать со злым началом, исходя из этого вот рассказа? В книге Тарат Афраша приводится совет, вытекающий из слов великого Машера Бейну, в рассматривая фразы, которая в этой недельной главе. Что говорит еще раз Маше? Он говорит, вот слово, заповеданное Богом. Он не говорит вот слова, он говорит одно слово. Он сосредоточен на той единственной проблеме, которая в настоящий момент стоит перед ним, или перед заповедью какой-то, сосредоточен на заповеди. Не берите все свои проблемы как единую общую ткань. Вместо этого каждой задаче уделять надо отдельное внимание. Как только наступит ее время, разделить эту проблему. Эту, 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 и тогда они уменьшаются. Вы убедитесь, что не такая уже все страшная, что каждая отдельная проблема доступна для решения. Но только этот путь предлагают нам наши мудрецы. Надо помнить, что Всевышний сотворил мир таким, что человек сам создает себе реальность. Он сам строит дом, в котором предстоит жизнь. И здесь, и в будущем. Его собственные дела в этом мире становятся для него наградой, если они добрые, и наоборот. Вот этим надо сегодня заниматься. Наши поступки должны быть продиктованы одной единственной целью. Что мы скажем об этом поступке на высшем суде? Сейчас очень многие люди стараются там придержать, не помогать, потому что им может не хватить, очень сложно. И сказал Рэбе, что есть выбор. Они могут быть хасидами или злодеями. Аиста Талмуд называет хасида. За то, что он милосерден. Он делится едой, которую нашел с друзьями. Мышей в таком же месте. Талмуд в другом месте. Называет злодеями. За то, что найдя плоды, они зовут своих друзей мышей. В чем дело? Почему одному и тому же действию такое разное отношение? Дело в том, что Аист, увидев еду, зовет друзей сразу. Это поведение хасида. А мышь вначале набивает себе брюхо, и только потом, насытившись, зовет других. И в этом состоит ее злодейство. Такая же ситуация сегодня. Пусть каждый выбирает, кем он хочет быть. Посмотрите, какие люди сегодня рождаются, в каких сложенных условиях, какие трагедии рождают каких героев. Посмотрите, вот Равин Машери Увен Асман, который сотни людей отправляет сегодня. Не спит ночами под бомбами, выступает, борется за мир. Это действительно уникальные хасиды сегодняшнего дня. К сожалению, покой и наслаждение, которое нам бы хотелось, это вещи, имеющие отношение к миру воздаяния, к будущему миру, к райскому миру. Тогда как в этом мире наша цель только служение и исправление. К сожалению, это так. Веренский Гаон говорил, что слова «даю вам ныне», в главе Рьен недельной, сказаны в настоящем времени. Не «дам вам», а в прошедшем. Потому что в каждую минуту жизни представляется свободный выбор. И можно вступить на путь добра или зла. В каждую минуту. Сегодня особенно важно, зло или добро выбирать каждый день. И даже пассивность сегодня зло. Сказано «смотри в единственном числе». Не смотрите, ибо Тора обращается к каждому из нас. Не всегда следует идти за большинством, так как иногда большинство идет не по правильному пути. Такое тоже написано в наших книгах. Ну и последнее, что хотелось сегодня сказать. Мы вчера молились за мир. Мы сегодня сделаем обязательно еще одну молитву. Мы все будем обращать свои сердца к небу, чтобы он остановил тот кошмар, который происходит. Надо молиться. Другого варианта нет. Мы не знаем, что происходит. Но мы видим шаги Машеха. И могу вам сказать, что словами Минахима Мендалошна Ирсона, если вы действительно верите в то, что Бог помогает всегда, отчего на вашем лице напечатаны несчастье и тревога. Если вы на самом деле верите в это, радуйтесь. Так написано у Любавического Рэбе. Так написано в законах Месяца Адар. Так записано вот про сегодняшний день. Сегодня нравится или не нравится нам. Мы обязаны радоваться. Это такая же заповедь, как все остальные. Брахавы от Слахаи, чтобы не было войн и смертей.